Милый, у меня к тебе серьёзный разговор. В последнее время я чувствую недомогание. Это у тебя от телевизора. Нет, у меня другое недомогание. Ты перестала меня домогаться. Перестала делать мне комплименты. Ты что, перегрелась что ли? Мы же давно женаты. Из-за чего я тебе это всё? Как зачем? Женщина любит ушами. Понятно? Комплименты её греют. Скажи, что я добрая, нежная, ласковая. Чего я врать буду, что ли? Ну, соври хотя бы раз. Давай, посмотри на меня. Скажи, какие у меня глаза. Заведущие. Да нет. Какого цвета мои глаза? Левые или правые? Оба. Ну, придумай какое-нибудь красивое сравнение. Скажи, твои глаза, как два агата. Такие мутные. Такие мутные. Боже, с кем я живу, а? Хорошо, хорошо. Твои глаза, как два рубильника. Рубина, рубина. Такие красные? Ну, вот, видишь, не получается. Отстань. Не отстану. Давай, скажи, какие у меня брови? Нарисованные. Ну, а ты представь, что они нарисованные. Скажи, твои брови тонкие, как крылышки. Брюшки. О, лбисая. Смотри, какие у меня губы? У тебя губа не дура. Да я тебя спрашиваю, какой формы мои губы? Сейчас бантиком. Когда злишься меня, морским узлом. Смотрите, какой нахал. Так, быстро говори, какая у меня фигура? Ладья. Какая еще ладья? Я тебя спрашиваю, какая у меня фигура? С ног шибательная. Помню, ты торопилась посмотреть свой сериал. И своей фигурой так шибла мою фигуру. До сих пор копчик валит. Что ты такое говоришь? Ну-ка, быстро скажи мне. Ты молода и красива. Как тургеневская девушка. Милая, ты тургеневская девушка. Байзаковского возраста. Ну ты можешь сказать хоть одно ласковое слово мне, и я от тебя отстану. Хорошо, хорошо. Как ты хочешь, чтобы я тебя обозвал. Назови меня солнышко. Солнышко встает в 6 утра, а ты мне раньше 11. Хорошо, назови меня рыбкой. Рыбка молчит, а ты строчишь, как пулемет. Слушай, ты скучный зануда. Зато ты веселый, находчивый. Найдешь заначку и веселишься. Да ты даже не заметил, что на мне сегодня новое платье. На тебе каждый день новое платье. Вот куда все деньги уходят. Что ты понимаешь? Это последний писк моды. Что за странная тетка эта ваша мода. Каждый день издает последний писк, и при этом не сдохнет. Господи, за что я только тебя полюбила? Любовь зла. Вот ты, мой козлик, сегодня останешься без ужина. Подумаешь, я к соседке пойду ужинать. Иди, тебя никто за рога не держит. Ты чего говоришь-то? Зачем с рога? Ты чего говоришь? Ты на что намекаешь? Я не намекаю. Я предупреждаю. Еще раз услышу про соседку. И можешь в своей шляпе сверлить дырочки. Правильно мне моя мама говорила. Он тебе не пара. Не парься с ним. За что я люблю твою маму? За то, что она живет в Камболе. Все. Ты бесчувственный эгоист. Я звоню маме и говорю, чтобы она завтра приехала. Солнышко, не надо нам никакой мамы. Рыбонька. Любимая. Мне тебя одной хватает. Ты же единственная, красивая, неповторимая. Вася, ну какой же ты ласкнул, а? Ведь можешь, когда захочешь. Главное знать, как тебя напугать. Это точно. Вася, ну какой же ты ласкнул, а ты ласкнул, а ты ласкнул, а ты ласкнул. Внученька. 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 Ты дедушка. Дедушка ты моя. Лапочка. Как же ты выросла. Да, большая уже. Я у вас два месяца не был, и вот как на дрожжах буквально растет. Пять лет тебе уже, да? Пять. Дедунь, пять лет мне. Да возраст, возраст. Пора тебя азбуки учить. Вот я купил азбуку. А что такое азбука? Это буквы в определенном порядке, алфавит называется. Из них мы складываем слова. Получаются слова? Да. А, поняла. Значит, вот у нас то, что в подъезде на стенке написано, это азбука. Нет, 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 не купил. Это плохая азбука, я тебя буду учить хорошие азбуки. Ой, как говорит наша бабушка, я тороплю от внимания. Батушка меньше слышала. Она хорошая. Первая буква А. А. Какие слова ты знаешь на эту букву? Не волнуйся, я тебе буду помогать. Апельсин. Ананас. Анфиса Чехова. Откуда ты это знаешь? Она у нас в телевизоре живет. Ее папа по вечерам смотрит. Ему очень нравятся ее арбузы. Дедунь, она что, днем на рынке работает? Дедушка, не надо это смотреть, это не детская передача, совсем не детская. А у нас в садике все смотрят. Мы даже воспитательницу спросили, как она относится к Амасутре. А. А. И что воспитательница ответила? А что она ответит, если она в обморок упала? Боже мой. Ужас какой-то. Ужас в современной жизни. Перейдем к следующей букве. Давай. Следующая буква Б. Ты знаешь какое-нибудь слово на букву Б? Знаю. Когда папа один раз на улице подскользнулся. О. И сказал слово на эту букву. А. Я надеюсь, ты его не запомнила? Запомнила. Я даже у воспитательницы спросила, что оно означает. И что же ответила воспитательница? Чего она ответит, если она в обморок упала? Дедушка, не надо, не надо повторять, что взрослые говорят. Они всякие бяки друг другу говорят. Ты будешь повторять? Не буду. На букву Б много хороших слов. Например, слово бабушка. Нет, слово бабушка начинается с разных букв. С каких разных букв начинается слово бабушка? Ты что говоришь? Чума в тапках, кошмар на кухне. Старая приклевальщица Дракула в бегудях. Кто это сказал? Папа так сказал. Ну, твой папа прав. А, я хотел сказать другую. Вернемся к азбуке. Давай вернемся к азбуке. Следующая буква В. Видишь, вот она. А, какая красивая, прям так идикает. Да, вот. Какое слово ты назовешь на букву В? Смотри, смотри, за окном ворона сидит. Ой, ворона страшная. Да, а еще есть слово вкусное. Ой, в шкафу, на полочке, на букву В. Водка. Водка. Да нет, ну, варенье. Ой, дедуня, я люблю варенье. А папа любит водку, потому что водка это папина варенье. Какая-то не детская азбука у нас получается. Я прям не знаю. Да, я тоже не знаю. Следующая буква Г. Г. Хорошие слова, хорошие слова на букву Г. Да. Голубь. Груша. Гадюшник. Ну, а это откуда? Это так мама мою комнату называет. А, ты, наверное, свои вещи не убираешь, да? Нет, я свои вещи убираю. Это бабушка свою челюсть вечно разбрасывает. АПЛОДИСМЕНТЫ Вернемся к азбуке. Давай, вернемся. Учить буквы давай. Давай. Следующая буква Д. Д. Вот. Д. Много хороших слов. Много. Друг. Добро. Доместес. Дедушка, у нас Доместес такая сместная история получилась. Ой, ты знаешь, наша бабушка готовила селедку под шубой. А ты знаешь, что бабушка плохо видит? И она вместо майонеза селедку Доместесом полила. И что же у вас было? Ничего особенного. Весь вечер играли в большие гонки. АПЛОДИСМЕНТЫ Бабушка добежала первая. АПЛОДИСМЕНТЫ Вернемся к азбуке. Ну, давай вернемся. Вот скажи, пожалуйста, я у тебя на какую букву? Ты тоже на букву Д. Ну, вот, наконец-то соображать начала. Да. Очень хорошо. На букву Д, правильно говоришь? Потому что я кто? Дурак старый. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. Кто это сказал? Бабушка так сказала. А, ну, понятно. А папа наоборот говорит, что ты самый умный. А, вот видишь, это, наверное, потому что я много читаю. Нет, потому что ты бабушку к нам отправил, а сам дома один кайфуешь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А, ну, твой папа прав. А, я другое хотел сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующие буквы. Нет. Очень похожие друг на друга. Е и Ё. Ой, девушка, я первая. Я первая, первая. Ой, я знаю слово на букву Ё. АПЛОДИСМЕНТЫ Дедуя, не можешь мне первое сказать? АПЛОДИСМЕНТЫ Какое слово ты знаешь на букву Ё? Слушай, ЁПЕРНЫЙ ТЕАТР! Это не ЁПЕРНЫй, а ОПЕРНЫй. Это место, где оперу поют. Нет, ёперный театр – это когда бабушка каталась на роликах по коридору Изображая танцы на льду И навернулась, а папа к ней подошёл и сказал Клаудия Петровна, ну ёперный театр Какая-то не детская азбука получается, явно Переходим к следующей букве Следующая буква у нас Давай пропустим Я даже боюсь спрашивать, что ты знаешь на букву Ж Дедунь, ты не бойся, хорошие слова знай на букву Ж Например, жук, жаба, жизнь Ну вот, видишь, как хорошо Слава Богу, всё хорошо А то слово, про которое ты подумал Я его не знаю Я его деду никогда никому не говорила Это правильно, правильно Я его только на стенке детского садика написала Ну что ты будешь делать? И что сказала воспитательница? А что она скажет, если она в обморок упала? Боже мой, что творится в его времена? Следующая буква у нас Давай следующую З Буква З Добрые слова Какие добрые слова люди говорят на букву З Ты знаешь? Не знаю Ну что люди говорят при встрече друг к другу на букву З Вот бабушка, когда к вам приехала Что папа ей сказал на букву З? Заколебала А слово здравствуйте, он ей не сказал? Нет, он ей сказал до свидания И прищемил ей нос дверью Я не знаю, что с тобой делать Дедуя, ты как-то сложно мне букву задаешь Давай что-нибудь полегче Что-то я уже прям устала с тобой Никак я не попадяну в твою азбуку Ну хорошо Самая легкая буква для всех детей Это буква М Потому что с нее начинается самое дорогое слово Не только для детей Но и для взрослых Потому что она Самая добрая На букву М Аааа Милиция Дедунь, к нам вчера милиция приезжала Что случилось? Ой, а бабушка ночью на балконе репетировала номер для этого шоу Минуты славы Она жарглировала сковородками, стучала чечетку и пела песню Напилась я пьяна Соседи вызвали милицию и бабушку забрали И дома наступила тишина Нет, папа от радости пел всю ночь Дедушка, слово на букву М Это мама Мама А там где мама Там все время кто-то на букву П Кто это на букву П? Петр Петрович А это еще кто? Это наш сосед Он маме то кран починит, то лампочку вкрутит Мама говорит, что у Петра Петровича золотые руки Не то, что у этого козла Какого козла? Я не знаю Мама говорит, что с нами какой-то козел живет Я его никогда не видела Приду, козла дома нету Я его в шифонере, на кухне, под столом Нет козла Минуты, ты меня завтра забери пораньше из детского садика Я приду, он же не знает, что я пришла Я ему скажу Старостой козел Прекрати Чего? Прекрати Ну я же хочу на козла-то посмотреть Такой беленький с рожкой Прекрати Слово на букву М это мама На П папа Они твои на букву Р родители А, родители Дедуль, а ты мне вот скажи, как я родилась? Только ты мне это фуфло про аиста не гони Ты подумай, подумай своей головой Если ты аиста отменяешь Скажем так, тебя на Новый год нам Дед Мороз под елку положил Вот как интересно Новый год у нас в январе Я родилась в июле Я че, я у вас полгода под елкой проваялась? Голодная, холодная Не поесть, не попить Вы че, елку до июля не разбирали, что ли? Загуляли они А, родители Что-то ко мне пристало Тебя мама родила Прямо так, ни с того, ни с сего Ну че, ни с того, ни с сего И с того, и с сего Ты у мамы в животике жила Вот так Как я там поселилась? Тебя туда папа прописал Ой, ну какие вы взрослые дурачки, а? Воспитательница тоже мне Тебя в капусть нашли Пришлось ей рассказывать про секс и все такое О, боже мой И что воспитательница ответила? А, она в обморок упала Нет, в обморок упал папа А воспитательница все в блокнот записывала О, времена О, нравы Если так дело дальше пойдет Это что ж С нашими детьми-то будет? Внученька, детска Откуда ты это все знаешь? А нам по телевизору Такие детские передачки показывают Ну, я уже не знаю, что сказать Это просто, я не знаю Это какой-то Ёперный театр Дедуня, дедуня Ты не беспокойся Я твою азбуку тоже выучила Смотри А. Арбуз Б. Бабушка В. Варенье Г. Груша Ты, дедушка Добрый Душевный Друг Детей Дедуня Пойдем Я тебе папиного варенья Налью Пойдем Дедуня Пожалуйста, это больница? Да, конечно, конечно. На что жалуетесь? Вы знаете, мне мой муж говорит, что мне лечиться надо. Смотрите меня, пожалуйста. Смотрю. Ну, он правильно говорит. Лечиться надо, конечно. Всем надо лечиться. Ну что, как фамилия? Моя или мужа? Ваша. По матери или по паспорту? По паспорту. По моему паспорту или по паспорту мужа? По вашему паспорту. По вашему паспорту. Ваша фамилия по вашему паспорту. Пишется и читается. Пишется. Пишется. Как она пишется? Так же, как и слышится. По паспорту. Чего по паспорту? По какому паспорту? По российскому или по заграничному? Ну вот какая вам нужна? По российскому или по заграничному? По российскому. Как ваша фамилия по российскому паспорту? Я хочу знать. Так я вас и спрашиваю. Пишется или слышится? Пишется, пишется, пишется. По матери или по мужу? По матери. По вашей матери. По вашей матери. Как она пишется? По матери, ну? По матери у меня фамилия обычная. Обычная. А по мужу? А по мужу двойная. Двойная? Да. Значит, через черточку пишешь? Через черточку. Через маленькую? Через маленькую. Ага. А как же она пишется через черточку? Вы хотите спросить, как меня зовут? Спрашивайте. Чего? Я говорю, пишется или слышится? Слышится. Вот как она слышится? Так же, как и пишется. Понятно. Понятно. Сумасшедший дом. Вы чего ко мне пришли? Чего ко мне пришли? Я пришла к вам лечиться. Вам психиатру надо. Мне не надо психиатру. Я терапевт. Вы спросите, как меня зовут? А я чем занимаюсь? Я что делаю вообще? А? Ну вы можете эту фразу сказать? Ладно. Ладно. У вас паспорт с собой есть? Есть. Только он у мужа. Заграничный паспорт у мужа. А нормальный российский. Мне индонезийский не нужен. А российский с собой. Ну вот. Только я его дома забыла. Я хочу знать, как вас зовут? Смотря кто. Муж. У вас есть муж? Есть. Ну я хочу знать, как этот дурак вас зовет. Этот недоносок. Который на вас женился. Как он вас зовет? Он же вас как-то зовет. Но он зовет вас. А-а-а. Как-то зовет. Ну не может же быть, чтобы он вас не звал. Смотря куда. На кухню. Вот бывает же, что он вас зовет на кухню. А-а-а. Ну как он вас зовет на кухню? Давай жрать, зараза. Вот зараза, а. Кто зараза? Я зараза, конечно. Кто же еще может быть заразой-то? Кстати, неожиданный вопрос. Как вас зовут? А вам зачем? Это все. Мне зачем это? Зачем это мне все нужно? Ну, с другой стороны, я врач. Я хочу знать, как вас зовут. Если я не буду знать, как ваша фамилия, кого же я буду лечить тогда? Ну так вы сразу и сказали. Чего так нервничать-то? Я уже сразу сказал, а вы нет. Как ваша фамилия? По матери или по мужу? Я вас убью. Чего вы на меня кричите? Я буду жаловаться. Вам лечиться надо? Это вам лечиться надо. Как ваша фамилия? По паспорту или по матери? По паспорту. По мужу или по жене? По жене. Пишется или слышится? Слышится. Пишется. Так же, как слышится. Кого она слышится? Через черточку. Через какую черточку? Через маленькую. А черточка в паспорте. А паспорт у моей жены. А жена уехала к мужу. По заграничному паспорту. К тете Моте. Вам понятно? Понятно. Знаете что? Я пойду лечиться к другому врачу. И я с вами. Пойдемте. Евгений Маганович, вот вы назвали свой новый спектакль «Когда финансы поют романсы». Вы что, имели в виду что-то сатирическое? Да, даже что-то конкретное. Я хотел сказать, что нашу народу денежки нет, и это очень плохо. Но ведь в романсах никогда не было даже намека на какую-то серьезную проблему, на финансовые трудности, вообще на сатиру. Ведь это же романсы, вы понимаете? Понимаю, что вам, как поющему человеку, бесконечно дороги романсы. Но вы ошибаетесь, я готов вам доказать. Пойте, пожалуйста. Что? Любой романс. Ну, пожалуйста. И весна мне не на радость, Коль печаль в душе моей, Он уехал, он уехал, А слезы льются из очей. И вы считаете, что тут нет проблемы? Кто это поет? Это поет брошенная несчастная женщина, Мать-одиночка, Без копейки в кармане. Ну и хитрец же вы. Тогда другой романс. Мой костер в тумане светит, Искры гаснут на лету, Ночью нас никто не встретит. А это сатира уже на правоохранительные органы. Что значит, ночью никто не встретит. Где милиция? Дома сидит. Почему? Зарплата маленькая. Значит, и этот романс про деньги. Ну хорошо, а вот это? Отвари потихоньку калитку. Это точно про деньги. Почему? Потому что мужу зарплату на работе не платят, Они уже на обед калитку отваривают. Понимаете? Отваривают. Ну, что вы говорили? Все романсы про деньги. Вы знаете, что деньги портят человека? Их отсутствие портит человека еще больше. Ну хорошо, вот это? Ямщик не гони лошадей. Про деньги? Конечно, про деньги. Были бы у него деньги, Он не ямщиком, а таксистом погонял бы. Да он наоборот поет. Ямщик не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Деньги кончились. Кто же теперь любить-то будет? Ой, ну хорошо, все романсы про деньги. А русские народные песни? Вот так. Ой, мороз, мороз, Не морозь меня, Не морозь меня. Была бы у вас дубленка за три миллиона, Вам бы эти морозы были бы на лампочке. Так, хорошо. А эстрадные песни? Я дучи разведу руками. Были бы деньги, Не вручную разгоняли бы. Так, ну а детские песни? Кто ходит в гости полутранца, Поступает мудро. Тарам-тарам-тарам-тарам. Дома жрать нечего, По гостям ходят. Ну я иногда не знаю. Что, все про деньги, что ли? Хорошо, хорошо. Вернемся к романсам. Вот до сих пор вы цитировали романсы точно, Дословно. А если к этому подойти, творчество. Да. Пойте, пожалуйста. На заре ты ее не буди, На заре она сладко-то спит, Не буди ты ее, не буди, Когда спишь, то не хочется есть. Это серьезно? Надо попробовать. Да, вам надо, да. Отцвели уж давно Хризантемы в саду, Ел в последний я раз В позапрошлом году. Ну что, вы, гладили, а еде, да еде? Можно и не о еде пойти. Нож светла над рекой, Тихо светит луна. Ночью мне в этот час Засветил кто-то в глаз. Эту ночь при луне На родной стороне Двухметровый барбос Мой бумажник унес. Зима метель Из грудных хлопьях При сильном ветре снег варит. У входа в храм В одном лохмотьях Старушка нищая стоит. Стоит бедняжка венока, Лишь звезды светят и есть небес. А за углом Неподалеку Стоит старушкин Мерседес. А зачем же я старушке пять тысяч подала? На бензин. Когда простым И нежным взором Ласкаешь ты Меня, мой друг Поддавшись теле уговорам Все сбережения В банк отнес я вдруг Веселье, счастье И боль разлуки Готов делить С тобой всегда Банкиры вдруг Умыли руки И в дальний путь На долгие года О, красота! Ой, куда присесть, господи! Здрасте! Здрасте! А вы, простите, кто? Зина Из ЗАГСа Я думал, вы Зина из магазина А вы из ЗАГСа Меня, даже, впрочем Зовут Василий Петрович Из избы Можно просто Вася Очень приятно Просто Вася А вы ничего Еще, еще, ничего Пока еще Ха-ха-ха-ха-ха-ха Клейтесь ко мне Ну что У меня и клей-то нет У меня давно клей кончился А вы замужем? К сожалению Да К сожалению Для кого? К сожалению Для меня О, муж у меня Ни рыбы, ни мяса Ух ты! И ни рыба И ни мяса Курица, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ И курица И пьется АУКАШ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаете Он все время В командировках А я сижу Дома Одна Дома На улице Гоголя Дом 8 АПЛОДИСМЕНТЫ Квартира 17 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И скучаю АААА Я адреса запоминаю с третьего раза. У меня склероз. А с чего это вы взяли, что я вас приглашаю в гости? На улицу Гоголя, дом 8. Квартира 17. Вы мне вовсе не симпатичны. Да вы от меня без ума. По прическе вижу. Значит так, если вы ко мне будете клеиться, я уйду домой. АПЛОДИСМЕНТЫ На улицу Гоголя, дом 8. Квартира 17. И надеюсь, что не увижу вас. В первом подъезде на пятом этаже. АПЛОДИСМЕНТЫ В первом подъезде на пятом этаже. Лифт хоть в доме работает? Нет. Фигово. На пятый этаж пешадрали. Ещё мне фигово. Давай холодец подавай, мать. Будем мы это сам холодец. А мы тут сидим, Клавунь, водочку пьём. Я говорю, водочка какая-то палёная у тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда как-то нет или как-то как? Ну, как-то вроде нет. А вроде как-то так, это как? Ну, как-то вроде нет. Ага. А вроде как и да. Да. Сейчас как дам. Не дашь. Сейчас как дам. Не дашь. 20 лет обещаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Гляди, Зин. Ну да. Я буду бдить. Я, знаешь, как обдунье. А ты, если ещё раз к Зине подсядешь, я тебе... Я тебе... Я тебе не знаю, чё... Дам. Я уже в том возрасте, когда согласие женщины пугает больше, чем отказчик. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, ну ладно. Если ваша жена такая бдунья, я, пожалуй, тоже пойду. Зин, Зин, можно я вас провожу, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну я же вам говорила, что я замужем. Ну у вас муж замечательный человек, он разрешит. Да что вы. А адрес-то вы помните? Ещё бы. Улица Горького, 15, квартира 80. У меня память, дай Боже. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас порепетируем. Значит, подхожу к ней. Зинаида Макеровна. Так вас раз так. Сначала так вас, потом раз так вас. Будешь моей козой. Женой. Тут главное жену с козой не перепутать. Она как раз идёт. Зина из ЗАГСа. Сейчас мы ей всё объясним. Отчего на селе с мужиками беда? Отчего мне никто не подарит цветочка? Так бывает, поверьте, тоскливо, когда Разведёнка ты и одиночка. Целый день повторяю, невеста, жених. И завидую всем, кто жениться приходит. Но зато уродились крупнее других. Огурцы на моём огороде. Я проредусь по деревне без всяких причин. Пять кругов я за час намотаю. Может, встретится мне тот прикольный один, О котором так часто мечтаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасьте. Василий Петрович, ну что вы себе позволяете? Вроде взрослый мужчина, а имеете наглость щипать Одинокую, разведённую женщину, так слабо. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая наглость. Обнимать разведенную, одинокую женщину на люди. Когда рядом есть беседка. А беседке занято. Да, там внучка кормит Эфиопов. Понимаешь? Какого Эфиопа? Она же теперь Эфиопова мать. А он Эфиоповый сын. Вот она его кормит. А Эфиоп его знает, откуда он взялся. Вы что, ничего не знаете? Нет. Вы садитесь. Я сейчас все расскажу. У меня новость. Да что вы. То ты. Я теперь это, афродедушка. Это так. Дядя хижины Тома. Радед Маугли. В каком смысле? В прямом. К моей внучке прилетел шоколадный айс. Понимаете? Не понимаю. Что же вы такая непонималка? Для непонимания загадка. Значит так. На огороде грядка, так? Да. Вокруг оградка. Ага. На грядке клумба. На клумбе лумумба. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой. Ну я вас поздравляю. Нет, что поздравлять. Не я его ружал. Сейчас у нас, значит, в деревне афросельчане. А кто ж папа-то? Я тоже хотел знать, кто этот отелло, который нашу Дездеманю задушил в объятии. Под каким бабом она его нашла? А? Ой. Да что вы так меня пугаете-то, господи? Что вы расстраиваетесь? Радоваться надо. Рождение ребенка. Это же всегда праздник. А вы такой грустный, ходите, здесь не рассказывайте. Грядка, оградка. А что это у вас цветочки-то торчат? Куда вы с цветочками забрались? На кладбище, что ли? Какие цветочки? Окститесь вообще. Ну вон у вас в кармане цветочки торчат. А-а-а. Забыл совсем. Так это ж я, это я вам хотел возложить. Не надо мне ничего возлагать. Вы садитесь, садитесь, чтобы в обморок не попадали. Так, так. Сейчас все объясню. Тут надо с разбега. Ой. Проси. Мерси. Больше не проси. Дорогая Зинаида Макароновна. Нет. Макаронина Зинаидовна. Просто Зина. Дорогая Простозина. Я вот что вам хочу сказать. Простозиночка. Я мужчина далекий от вашей долбанной романтики. Очень далекий. Зато вы женщина недалекая. Чего? Ну в смысле мне близкая. Вы же рядом живете. Ну да. Значит недалекая. Так вот. Я очень волноваюсь, поэтому путаюсь. Уважаемая Зинка Макароновна. Я мужчин безумно привлекательный. Зато вы женщины безумные. Чего? Безумно красивые. А, да. А что вы уродины? Вы, нося в зеркало, только ночью смотрите. В темноте. К чему это? А утром посмотрите. От красоты своей в обморок упадет. Я, в связи с вашей красотой, решил немножечко ощениться. О, нет. А похмель... А степениться. Представьте себе, степь да степь кругом. И я на этой степи степеню. Степеню. И если я в этой степи старый конь, так... То вы моё пальто. Чего? Ну, скажем мягче. Если я старый конь, то вы моё пойло... Э, стоило. Подождите, я не поняла. У вас что, конюшни, что ли, есть? Трёхкомнатные. Узобство хорошее, шикарное, во дворе. Вам понравится. Слышите, Василий Петрович, что-то я никак не въеду в ход ваших мыслей. Что же вы такая невъезжалка? Дорогая Макарина Занзибаровна. Представьте себе, что я фигурально выражаюсь, старый баркас. И хочу пришвартоваться у одинокого причиндала. Причала. Ну? Баранкин, ну, вы и есть мой причиндал. Причал. Причал. Вы что, хотите ко мне пришвартоваться? Да. Хочу пришвартовать своё старое судно к вашей плоскодонке. Чего? Скажем мягче. К вашей борже. Опустить брамсель. Ну, бросить якорь. Спустить шлюзи. Шлюзи. И встать на вечный покой прикол в одинокой бухте, где волны тихо плещутся за вашей кормой. А корма у вас дай бог каждому отвечает госстандарту. И нос у вас не меньше бушприта. Ну, как говорится, большому кораблю большая кораблиха. Послушайте, Василий Бушлатович. Да-да. Что-то я в ваши морские приколы никак не врубаюсь. Что же вот такая не врубашка? Ну, не хотите морские? Будут воздушно-летательные. А дальше... Тут, надо, с разгоном. СМЕХ 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 Мерси. Больше не проси. СМЕХ 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 Представьте себе, дорогая Зинаида Макароновна, что я самолет и очень хочу залететь. СМЕХ 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 Вы залететь. СМЕХ СМЕХ Ну, да. Приземлить свои шасси на ваш аэродром. СМЕХ СМЕХ Я вам не шереметьево, СМЕХ СМЕХ Чтобы кто ни попадя на меня свои шасси приземлял. СМЕХ Прежде чем тянуть шасси, разрешение на посадку попросили. СМЕХ СМЕХ Чё это вы здесь передо мной раскрутили свои пропелли? СМЕХ СМЕХ Я пытаюсь вам объяснить, дорогая Тупизина Макаровна. СМЕХ СМЕХ А у вас, видимо, котелок не варит. СМЕХ СМЕХ Все у меня варит. Это в вашем котелке. Наверное, уже все выкипело. СМЕХ Ну, ладно. Ну, выражайтесь яснее. Чё вы хотите мне сказать? СМЕХ Я всю жизнь выражаюсь. Не хотите воздушно-летательные, будут железнодорожные. СМЕХ СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ Прошу. МЕХ МЕХ Больше не просею. СМЕХ СМЕХ Дорогая Зинаина Макряковна. СМЕХ 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 Причём я даже знаю, где этот песок хранится. СМЕХ СМЕХ Вон, всю дорожку к дому уже посыпали. СМЕХ Ну и хорошо, будете ко мне в гости. Ходить не поскользнётесь зимой. СМЕХ А чё ж вы её с лета посыпаете? СМЕХ Готовлюсь. СМЕХ Короче, если я поезд или вагон, то вы мой стоп-кран. СМЕХ Вы намекаете, что я тормознутая, да? СМЕХ Чё тут намекать? Тут и так видно. СМЕХ Ну хорошо, ладно. Давайте, Зинаида Маклаудовна. СМЕХ Я вам объясню последний раз. Мы с вами два минуса. СМЕХ Понимаете? А минус на минус даёт плюс. СМЕХ 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 На что вы сейчас намекаете? СМЕХ 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 Я не намекаю. Я показываю вам, что составляет основную часть жизни человечества. Что может быть важнее этого? СМЕХ Зинаида Макарная. СМЕХ Зинаида Макруховна. СМЕХ 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 А не пошли бы вы нафиг за меня? СМЕХ 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 Ну, в смысле... СМЕХ 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 И руку, и ногу, и глаз, и ухо, и, знаете, ещё что? 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 Ну что вы мне можете предложить? Вставную челюсть. Дорогая, вся в золоте, вам понравится всё ваше. Так вы что же нормальным языком мне об этом сказать не можете? Я пытаюсь. Пытаетесь, ничего не надо придумывать. Скажите просто, Зина, будьте моей женой. Просто Зина, будьте моей вдовой. Будьте моей женой. Я вашей женой. Да наоборот. Женой наоборот. Скажите, будьте моей женой, балдавая такая. Будьте моей женой, балдавая такая. Скажите, будьте моей женой и заткнитесь. Когда будете моей женой, заткнитесь. Все нервы мне вымотал, а? Папа, а ты когда был маленьким, что больше любил? Чупа-чупс или Сникелс? Клюкву в сахаре. А запивал чем? Кока-Колой или Спрайтом? Киселяйтом. Ну а на Новый год наутлиник ты кем нарезался? Бэтменом или Терминатором? Зайчиком. Попрыгальчиком. Знаешь, у меня на голове были большие белые картонные ушки, а сзади на штанишках в виде хвостика ватка была пришита. Я так, значит, прыг-скок, прыг-скок. Я Занька, я маленький, я Занька, я маленький. Папа, ты что ли совсем был дурак? АПЛОДИСМЕНТЫ Почему дурак? Ну, Занька, он же не клутой. Вот Бэтмен, он клутой. Терминатор вообще клутой в доску. А кто такой, Занька? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лесная шестерка. Вон у нас один мальчик из ясельной группы. Наледился Фредди Клюгером, так рычал, трех кукол загрыз. Воспитательница от трака на елку занята. Ему сладо первую племию дали. А ты кем нарядилась? А мы с Малинкой были спайсами-геллами. Мы в трюсах прыгали и петь не орали. Только Малинка как думала, что Лев из каблуков падала. Папа, представляешь, женщине стукнуло уже четыре года. Они до сих пор на каблуках не держатся. А у нас в группе есть один мальчик, Денис. Так вот, представляешь, у него папа каждый день. Выпивает? Да нет. Вот смотри, ты же ко мне только по воскрешениям приходишь в гости. К Малинке вообще никто не приходит. У нее папы от ладясь не было. А к Денису папа каждый день приходит и не уходит. Он, представляешь, прямо вместе с ними живет. Вот прикол, да? Прикол. Что тебе сказать? Такое бывает. Папа, а ты знаешь, почему тебя мама бросила? Она мне по секрету сказала. Не знаю. Потому что ты не глупой, из-за того, что ты инженер. Папа, а инженер, это что ли еще хуже, чем алкаш? Папа, а ты знаешь что? Ты стань крутым, и мама тебя к нам, объятно, запустит. Хорошо? Хорошо. Я постояюсь. А вот этот мальчик Денис, вчера из аквариума одну улыбку сожрал. И за ним сразу его папа приехал. Папа, а если я завтра жабу стрескую, ты за мне приедешь? Конечно, приеду. Не приедешь. Это завтра не воскресенье. Завтра за мне дядя Сережа приедешь. Какой еще дядя Сережа? Ой, мама сказала, тебе не говорить. Ну-ка, дядя один, он к нам ночевать приходит. Потому что ему жить негде, а на улице холодно. Мама говорит, что дядя Сережа крутой. Вы что ж, с ним играете в казаки-разбойники? Нет, бандюки-покойники. Так, а бабушке дядя Сереже сначала не понравился. А нам маме говорит, что малочка. Ты же посмотри, какая у него страшная ложа. А как дядя Сережа ей свой кошелек показал, так она сказала, пласти, сынок, не углядела, красоту твоей лучплеклассной. Слушай, что это за безобразие у нас с тобой получается? Ты уже взрослая девочка, а букву «Р» не выговариваешь. Все, сие же, сие же. Учиться надо, детка. А ну-ка, давай попробуем. Скажи только, не задумывайся. Давай. Трава? Сено. Пар, ты возьми меня на ручки, а то у меня уже ножки прям все-таки муста, я прям здесь как башку, я пол травы. Ну, хорошо, хорошо, иди ко мне. Ух ты! Тяжелая ты у меня стала. Спи, жабоед ты мой картавый. Так, а ты знаешь, в этом году Дед Молос мне сразу два подарка под елку положил. Компьютер и оланджевый зайчиком. Пар, ты не переживай, мне твой зайчик тоже очень нравится. СМЕХ 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 Я старался. СМЕХ СМЕХ Пап, а ты вот по воскресеньям мой папа, а в другие дни ты чей? СМЕХ Ничейный я. СМЕХ Ах, значит, ты свободный. Пап, а ты в субботу приходи к Малинке, а? А ты этот дуло совсем без отцовщица. СМЕХ 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 Суббота к Малинке, пятница к Максимке, четверг к Саньке, следу к Таньке, а в остальник таи с питьем. СМЕХ 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 А это еще кто? Это воспиталка наша, у нее муз, нет, она без муз, нет. СМЕХ Ну все, все, детка, успокаивайся, пожалуйста. Помнишь, когда-то мы с тобой песенку учили? Ложкой снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Я эту песню уже по-другому пою. Нинка, как картинка с Фраером живет, видны этот Фраер, бабки ей дает. Пап, а дядь Филюжа твои стали и тапочки выбрасывать, потому что они забарахляют всю нашу квартиру. Ну все, все. Пап, я тебе честно скажу, я выбираю безопасный секс. Пап, а мама говорит, чтобы я дядь Филюжу папой называю. Пап, ну ведь у человеков не бывает двух папов. в нашей жизни все бывает, доченька. папа, папа, все равно ты для меня самый крутой! как ты сказала? Ой, крутой, проститый, хороший, инженер! папа, ру-ру-ру-ру! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пишется! Пишется! Как она пишется? Так же, как и слышится. АПЛОДИСМЕНТЫ По паспорту. Чего по паспорту? По какому паспорту? По российскому или по заграничному? Ну вот какая вам нужна? По российскому или по заграничному? По российскому. Как ваша фамилия по российскому паспорту? Я хочу знать. Так я вас и спрашиваю, пишутся или слышатся? Пишутся, пишутся, пишутся. По матери или по мужу? По матери. По вашей матери. Как она пишется? По матери, ну? По матери у меня фамилия обычная. Обычная. А по мужу? А по мужу двойная. Двойная? Да. Значит, через черточку пишут? Через черточку. Через маленькую? Через маленькую. А как же она пишется через черточку? Вы хотите спросить, как меня зовут? Спрашивайте. Чего? Я говорю, пишется или слышится? Слышится. Вот как она слышится? Так же, как и пишется. Понятно. Понятно. Сумасшедший дом. Вы чего ко мне пришли? Чего ко мне пришли? Я пришла к вам лечиться. Вам психиатру надо. Мне не надо психиатру. Я терапевт. Вы спросите, как меня зовут? А я чем занимаюсь? Я что делаю вообще? А? Ну вы можете эту фразу сказать? Паспорт с собой есть? Есть. Только он у мужа. Заграничный паспорт у мужа. А нормально, российский. Мне индонезийский не нужен. А российский с собой? Ну вот. Только я его дома забыла. Так, я хочу знать, как вас зовут? Смотря кто. Муж. У вас есть муж? Есть. Ну я хочу знать, как этот дурак вас зовет. Этот недоносок, который на вас женился. Как он вас зовет? Он же вас как-то зовет. Ну и он зовет вас. А-а-а. Как-то зовет. Ну и не может же быть, чтобы он вас не звал. Смотря куда. На кухню. Вот бывает же, что он вас зовет на кухню. А-а-а. Ну как он вас зовет на кухню? Давай жрать, зараза. А-а-а. Вот зараза, а. Кто зараза? Я зараза, конечно. Кто же еще может быть заразой-то? Кстати, неожиданный вопрос. Как вас зовут? А вам зачем? А-а-а. 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 Мне зачем это? Зачем это мне все нужно? Ну, с другой стороны, я врач. Я хочу знать, как вас зовут. Если я не буду знать, как ваша фамилия, кого же я буду лечить тогда? Ну так бы сразу и сказали. Чего так нервничать-то? Я уже сразу сказал, а вы нет. Как ваша фамилия? По матери или по мужу? Я вас убью. Чего вы на меня кричите? Я буду жаловаться. Вам лечиться надо? Это вам лечиться надо. Как ваша фамилия? По паспорту или по матери? По паспорту. По мужу или по жене? По жене. Пишется или слышится? Пишется. Так же, как слышится. Поговора, слышится. Через черточку. Через какую черточку? Через маленькую. А-а-а. А черточка в паспорте. А паспорт у моей жены. А жена уехала к мужу. По заграничному паспорту. К тете Моте. Вам понятно? Понятно. Знаете что? Я пойду лечиться к другому врачу. И я с вами. Пойдемте. Евгений Маган. Да, да. Вот вы назвали свой новый спектакль, когда финансы поют романсы. Вы что, имели в виду что-то сатирическое? Да, даже что-то конкретное. Я хотел сказать, что нашу народу денежки нет, и это очень плохо. Но ведь в романсах никогда не было даже намека на какую-то серьезную проблему, на финансовые трудности, вообще на сатиру. Ведь это же романсы, вы понимаете? Понимаю, что вам, как поющему человеку, бесконечно дороги романсы. Но вы ошибаетесь. Я готов вам доказать. Пойте, пожалуйста. Что? Любой романс. Ну, пожалуйста. И весна мне не на радость, Коль печаль в душе моей. Он уехал, он уехал, А слезы льются из очей. И вы считаете, что тут нет проблемы? Кто это поет? Это поет брошенная несчастная женщина. Мать-одиночка. Без копейки в кармане. Ну и хитрец же вы. Тогда другой романс. Мой костер в тумане светит, Искры гаснут на лету, Ночью нас никто не встретит. А это сатира уже на правоохранительные органы. Что значит ночью никто не встретит? Где милиция? Дома сидит. Почему? Зарплата маленькая. Значит, и этот романс про деньги. Ну хорошо, а вот это? Отвари потихоньку калитку. Это точно про деньги. Почему? Потому что мужу зарплату на работе не платят, Они уже на обед калитку отваривают. Понимаете? Отваривают. Ну что это ладили? Все романсы про деньги. Вы знаете, что деньги портят человека? Их отсутствие портит человека еще больше. Ну хорошо, вот это ямщик не гони лошадей. Про деньги? Конечно, про деньги. Были бы у него деньги, он не ямщиком, а таксистом погонял бы. Да он наоборот поет. Ямщик не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Деньги кончились. Кто же теперь любить-то будет? Ну хорошо, все романсы про деньги. А русские народные песни. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня. Была бы у вас дубленка за три миллиона, вам бы эти морозы были бы до лампочки. Так, хорошо. А эстрадные песни? Я тучи разведу руками. Были бы деньги, не вручную разгоняли бы. Так, ну а детские песни? Кто ходит в гости по утрам, как выступает мудро, тарам-тарам-тарам-тарам. Дома жрать нечего, по гостям ходят. Ну я тогда не знаю. Что, все про деньги, что ли? Хорошо, хорошо. Вернемся к романсам. Вот до сих пор вы цитировали романсы точно, дословно. А если к этому подойти, творчество. Да. Пойте, пожалуйста. На заре ты ее не буди, на заре она сладко-то спит. Не буди ты ее, не буди. Когда спишь, то не хочется есть. То это серьезно? Надо попробовать. Да, вам надо, да. Отцвели уж давно Хризантемы в саду. Ел в последний я раз В позапрошлом году. Ну что, поколатели, о еде, да иди. Может, и не о еде пойти. Нож светла над рекой, тихо светит луна. Ночью мне в этот час засветил кто-то в глаз. Эту ночь при луне на одной стороне. Двухметровый барбос мой бумажник унес. Зима метель и в крупных хлопьях При сильном ветре снег варит. У входа в храм, в одном лохмотьях, Старушка нищая стоит. Стоит бедняжка, венока, Лишь звезды светят ей с небес. А за углом неподалеку Стоит старушкин мерседес. А зачем же я старушке пять тысяч подала? На бензин. Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты меня, мой друг, Поддавшись телеуговором, Все сбережения в банк отнес я вдруг. Веселье час и боль разлуки Готов делить с тобой всегда. Банкиры вдруг умыли руки И в дальний путь на долгие года. О, красота! Ой, куда присесть, господи! Ой! Под каким бабом она его нашла? Ой! Да что вы так меня пугаете-то, господи! Что вы расстраиваетесь? Радоваться надо! Рождение ребенка! Это же всегда праздник! А вы такой грустный ходите, Здесь мне рассказываете. Грядка, оградка. А что это у вас цветочки-то торчат? Куда вы с цветочками забрались? На кладбище, что ли? Какие цветочки? Окститесь вообще! Ну, вон у вас в кармане цветочки торчат. Забыл совсем. Так это ж я... Это я вам хотел возложить. Не надо мне ничего возлагать. Вы садитесь, садитесь, чтобы в обморок не попадали. Так, так. Сейчас все объясню. Тут надо с разбега. Проси. Мерси. Больше не проси. Дорогая Зинаида Макаронина Зинаидовна. Простозина. Простозина. Дорогая Простозина. Я вот что вам хочу сказать, Простозиночка. Я мужчина далекий от вашей долбанной романтики. Очень далекий. Зато вы женщина недалекая. Чего? Ну, в смысле, мне близкая. Вы же рядом живете. Ну да. Значит, недалекая. Ха-ха-ха. Так вот. Я очень волноваюсь, поэтому путаюсь. Уважаемая Зинка Макареновна. Я мужчин безумно привлекательный. Зато вы женщины безумные. Чего? Ты женщина красивая. А, да. А что вы, уродины? Вы, на себя в зеркало, только ночью смотрите. В темноте. К чему это? А утром посмотрите, от красоты своей в обморок упадете. Я, связи с вашей красотой, решил немножечко ощениться. Нет. А похмель... Нет. А степениться. Да. Представьте себе, степь да степь кругом. И я на этой степи степеню. Степеню. И если я в этой степи старый конь так... То вы мое пальто. Чего? Ну, скажем мягче. Если я старый конь, то вы мое пойло... Э, стойло. Подождите, я не поняла. У вас что, конюшни, что ли, есть? Трехкомнатные. Удобства хорошие, шикарные, во дворе. Вам понравится. Слушайте. Василий Петрович, что-то я никак не въеду в ход ваших мыслей. Что же вы такая невъезжалка? Дорогая Макарина Занзибаровна. Представьте себе, что я фигурально выражаюсь, старый баркас. И хочу пришвартоваться у одинокого причиндала. Причала. Ну? Баранки гну, вы и есть мой причиндал. Причал. Причал, блин. Вы что, хотите ко мне пришвартоваться? Да. Хочу пришвартовать свое старое судно к вашей плоскодонке. Чего? Скажем мягче. К вашей борже. Опустить брамсель. Ну, бросить якорь. Спустить шлюзи. Шлюзи. И встать на вечный покой прикол в одинокой бухте, где волны тихо плещутся за вашей кормой. А корма у вас, дай бог каждому, отвечает госстандарту. И нос у вас не меньше бушприта. Ну, как говорится, большому кораблю большая кораблиха. Послушайте, Василий Бушлатович. Да-да. Что-то я в ваши морские приколы никак не врубаюсь. Что же вы такая не врубашка? Ну, не хотите морские? Будут воздушно-летательные. А дальше? Тут надо с разгоном. Прости. Мерси. Больше не прости. Представьте себе, дорогая Зинаида Макароновна, что я самолет. И очень хочу залететь. Вы залететь? Ну да. Приземлить свои шасси на ваш аэродром. Послушайте вы, старый кукурузник. Я вам не шереметьево, чтобы кто ни попадя на меня свои шасси приземлял. Прежде чем тянуть шасси, разрешение на посадку попросили. Чего это вы здесь передо мной раскрутили свои пропелли? Я пытаюсь вам объяснить, дорогая Тупизина Макаровна. А у вас, видимо, котелок не варит. Понимаете? Все у меня варит. Это в вашем котелке, наверное, уже все выкипело. Ну ладно. Ну выражайтесь яснее. Что вы хотите мне сказать? Я всю жизнь выражаюсь. Не хотите воздушно-летательные, будут железнодорожные. Прошу. Мерси. Больше не просею. Дорогая Зинаида Макряковна. Слушаю вас, Василий Паровозович. Друзина Макряковна. Представь себе, что моя жизнь — это рельсы. А я старый прицепной вагон с песком. Причем я даже знаю, где этот песок хранится. Вон, всю дорожку к дому уже посыпали. Ну и хорошо, будете ко мне в гости ходить, не поскользнете с зимой. А что вы с лета посыпаете? Готовлю. Короче, если я поезд или вагон, то вы мой стоп-кран. Все. Вы намекаете, что я тормознутая, да? Что тут намекать? Тут и так видно. Ну хорошо, ладно. Давайте, Зинаида Маклаудовна, я вам объясню последний раз. Мы с вами два минуса. Так. Понимаете? А минус на минус дает плюс. Это очень важно. На что вы сейчас намекаете? Я не намекаю, я показываю вам, что составляет основную часть жизни человечества. Что может быть важнее этого? Вы можете толком мне сказать, что вы от меня хотите? Я пытаюсь вам толком сказать. Ладно. Уважаемый Зинаида Сельсоветовна. Зинаида Макарна, я. Зинаида Мокруховна. Вот я. А не пошли бы вы нафиг за меня? Ну, в смысле... Занюж за меня. Занюж за меня. Так вы что, предлагаете мне свою руку? Ну... И руку, и ногу, и глаз, и ухо, и, знаете, еще что? 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 Ну, что вы мне можете предложить? Вставную челюсть. Дорогая, вся в золоте, вам понравится все ваше. Так вы что же, нормальным языком мне об этом сказать не можете? Я пытаюсь. Пытаетесь. Ничего не надо придумывать. Скажите просто. Зина, будьте моей женой. Просто Зина, будьте моей вдовой. Зина, будьте моей женой. Да, вашей женой. Да наоборот. Женой наоборот. Скажите, будьте моей женой, балдавая такая. Будьте моей женой, балдавая такая. Скажите, будьте моей женой и заткнитесь. Когда будете моей женой, заткнитесь. Все нервы мне вымотала. Папа, а ты когда был маленьким? Здра-с-с-с Здра-с-с-с А вы, простите, кто? Ха, Зина из ЗАГСа Я думал, вы Зина из магазина, а вы из ЗАГСа Меня, даже, впрочем, зовут Василий Петрович из избы Можно просто, Вася Очень приятно Просто, Вася А вы ничего, еще, еще, ничего, пока еще Ха-ха-ха-ха-ха Клейтесь ко мне Ну что? У меня и клей-то нет У меня давно клей кончился А вы замужем? К сожалению, да Вот так вот К сожалению, для кого? Ха-ха-ха-ха К сожалению, для меня Ох, муж у меня Ни рыбы, ни мяса Ух ты И не рыба, и не мясо Курица, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ И курица, и пьется АЛКАШ Понимаете? Он все время в командировках А я сижу дома Одна На улице Гоголя Дом 8 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ах, и скучаю АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я адреса запоминаю С третьего раза АПЛОДИСМЕНТЫ У меня склероз АПЛОДИСМЕНТЫ А с чего это вы взяли? Что я вас приглашаю в гости? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я уйду домой. На улицу Гоголя, дом 8. Квартира 17. И надеюсь, что не увижу вас. В первом подъезде на пятом этаже. В первом подъезде на пятом этаже. Лифт хоть в доме работает? Нет. Фигово. На пятый этаж пешадрали. Ещё не фигово. Давай холодец подавай, Мать. Будем и отцам холодец. А мы тут сидим, клавунь, водочку пьём. Я говорю, водочка какая-то палёная у тебя. Плюшками балуетесь. Ну, балуетесь так немножко, да. Зин, он к тебе клеился? Кто? Не, ну... Да нет, как-то. Тогда как-то. Нет или как-то. Как? Ну, как-то вроде нет. Нет. А вроде как-то так, это как? Ну, как-то вроде нет. Ага. А вроде как и да. Да. Сейчас как дам. Не дашь. Сейчас как дам. Не дашь. 20 лет обещаю. Гляди, Зин. Ну да. Я буду бдить. Я, знаешь, как обдунье. А ты, если ещё раз к Зине подсядешь, я тебе... Я тебе... Я тебе не знаю, чё я... Дам. Я уже в том возрасте, когда согласие женщины пугает больше, чем отказ. Ой, ну ладно. Если ваша жена такая бдунья, я, пожалуй, тоже пойду. Зин, Зин, можно я вас провожу, а? Ну, я же вам говорила, что я замужем. Ну, у вас, муж, замечательный человек, он разрешит. Да что вы, адрес-то вы помните? Ещё бы. Улица Горького, 15, квартира 80. У меня память, дай Боже. Сейчас порепетирую. Значит, подхожу к ней. Зинаида Макеровна. Так вас раз так. Сначала так вас, потом раз так вас. Будешь моей козой... Женой. Тут, главное, жену с козой не перепутать. Она как раз идёт. Зина из ЗАГСа. Сейчас мы ей всё объясним. Отчего на селе с мужиками беда? Отчего мне никто не подарит цветочка? Так бывает, поверьте, тоскливо, когда Разведёнка ты и одиночка. Целый день повторяю, невеста, жених. И завидую всем, кто жениться приходит. Но зато уродились крупнее других огурцы на моём огороде. Я проредусь по деревне без всяких причин. Пять кругов я за час намотаю. Может, встретится мне тот прикольный один, О котором так часто мечтаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здрасте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Василий Петрович, ну что вы себе позволяете? АПЛОДИСМЕНТЫ Вроде взрослый мужчина, а имеете наглость щипать, одинокую, разведённую женщину так слабо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какая наглость. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Понимать разведённую, одинокую женщину на люди. Тогда рядом есть беседка. А беседке занято. Да, там внучка кормит Эфиопа. Понимаешь? Какого Эфиопа? Она же теперь Эфиопова мать. А он Эфиоповый сын. Вот она его кормит. А Эфиоп его знает, откуда он взялся. Вы что, ничего не знаете? Нет. О, вы садитесь. Я сейчас всё расскажу. У меня новость. Да что вы? То ты. Я теперь это... Афродедушка. О, это так. Дядя хижины Тома. Радед Малжин. В каком смысле? В прямом. К моей внучке прилетел шоколадный айс. Понимаете? Не понимаю. Что же вы, такая непонималка? Для непонимания загадка. Значит так. На огороде грядка, так? Да. Вокруг оградка. Ага. На грядке клумба. На клумбе клумумба. Ты объясните толком, что случилось-то? Ну, говорю прямой наводкой, в общем. Моя внучка родила папуазь. Такая получилась Манделла. Ой, ну я вас поздравляю. Нет, чего поздравлять. Не я его ружал. Сейчас у нас, значит, в деревне афросельчане. А кто ж папа-то? Я тоже хотел знать, кто этот отелло, который нашу дездеманю задушил в объятии. Ты тоже на букву Д. Ну вот, наконец-то соображать начала. Да. Очень хорошо. На букву Д, правильно ли? Да. Потому что я кто? Дурак старый. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. Кто это сказал? Бабушка так сказала. А, ну понятно. А папа наоборот говорит, что ты самый умный. А, вот видишь, это, наверное, потому что я много читаю. Нет, потому что ты бабушку к нам отправил, а сам дома один кайфуешь. А, ну твой папа прав. А, я другое хотел сказать. Следующие буквы. Очень похожие друг на друга. Е и Ё. Ой, девушка, я первая. Я первая, первая. Ой, я знаю слово на букву Ё. Дедунь, можно я первое скажу? Ну, видунь. Какое слово ты знаешь на букву Ё? Слушай. Ёберный театр. АПЛОДИСМЕНТЫ Не Ёперный, а Оперный. Это место, где оперу поют. Нет. Ёперный театр, это когда бабушка каталась на роликах по коридору. Изображая танцы на льду и навернулась. А папа к ней подошел и сказал, Клаудия Петровна, ну ёперный театр. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая-то не детская азбука получается явная. Переходим к следующей букве. Следующая буква у нас... АПЛОДИСМЕНТЫ Давай пропустим её. АПЛОДИСМЕНТЫ А давай я? Я даже боюсь спрашивать, что ты знаешь на букву Ж. Дедунь, ты не бойся, хорошие слова знай на букву Ж. Например, ЖУК, ЖАБА, ЖИЗНЬ. Ну вот, видишь, как хорошо. Слава Богу, всё хорошо. А то слово, про которое ты подумал... АПЛОДИСМЕНТЫ Я его не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это хорошо. Я его деду никогда никому не говорила. Это правильно, правильно. Я его только на стенке детского садика написала. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ты будешь делать? И что сказала воспитательница? А чего она скажет, если она в обморок упала? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Боже мой, что творится? О, времена. О, следующая буква у нас. Давай следующую. З. Буква З. Добрые слова. Какие добрые слова люди говорят на букву З. Ты знаешь? Не знаю. Ну что люди говорят при встрече друг к другу на букву З? Вот бабушка, когда к вам приехала, что папа ей сказал на букву З? З. Заколебала. АПЛОДИСМЕНТЫ А слово «здравствуйте» он ей не сказал? Нет, он ей сказал «до свидания». И прищемил ей нос дверью. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, что с тобой делать. Дедуя, ну ты как-то сложно мне букву задаешь. Давай что-нибудь полегче. Чего-то я уже прям устала с тобой. Никак я не попадаю в твою азбуку. Ну хорошо. Самая легкая буква для всех детей – это буква М. Потому что с нее начинается самое дорогое слово. Не только для детей, но и для взрослых. Потому что она самая добрая на букву М. А, милиция! АПЛОДИСМЕНТЫ Дедоник, нам вчера милиция приезжала. Что случилось? Ой, а бабушка ночью на балконе репетировала номер для этого шоу «Минуты славы». Она жарглировала сковородками, стучала чечетку и пела песню. Напилась я пьяна. Соседи вызвали билицию и бабушку забрали. И дома наступила тишина. Нет, папа от радости пел всю ночь. Дедушка, слово на букву М – это мама. А, мама. А там, где мама, там все время кто-то на букву П. Кто это на букву П? Петр Петрович. А это еще кто? Это наш сосед. Он маме то кран починит, то лампочку вкрутит. Мама говорит, что у Петра Петровича золотые руки. Не то, что у этого козла. А, пол козла. Я не знаю. Мама говорит, что с нами какой-то козел живет. Я его никогда не видела. Приду, козла дома нету. Я его в шифонере, на кухне, под столом. Нет козла. Видим? Ты меня завтра забери пораньше из детского садика. Я приду. Он же не знает, что я пришла. Я ему скажу – старостой козел. Прекрати. Чего? Прекрати. Значит, хочу на козла-то посмотреть. Такой беленький с рожкой. Прекрати. Слово на букву М – это мама. На П – папа. А не твои на букву Р – родители. А, родители. Дедуль, а ты мне вот скажи, как я родилась? Только ты мне это фуфло праис-то не гони. Ты подумай, подумай своей головой. Если ты аисты отменяешь, скажем так, тебя на Новый год нам Дед Мороз под елку положил. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот как интересно. Новый год у нас в январе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я родилась в июле. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не поесть, не попить? Вы чего, елку до июля не разбирались, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Загуляли они. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то ко мне пристало? Тебя мама родила. АПЛОДИСМЕНТЫ Прямо так, ни с того ни с сего. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, почему ни с того и ни с сего, ни с того и с сего. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты у мамы в животике жила, вот так. Как я там поселилась? Тебя туда папа прописал Ой, ну какие вы взрослые дурачки, а? Воспитательница тоже мне Тебя в капусть нашли Пришлось ей рассказывать про секс и все такое Боже мой И что воспитательница ответила? Она в обморок упала Нет, в обморок упал папа А воспитательница все в блокнот записывала О времена, о нравы Если так дело дальше пойдет Это что ж с нашими детьми-то будет? Внученька, деточка Откуда ты это все знаешь? А нам по телевизору такие детские передачки показывают Ну я уже не знаю, что сказать Это просто, я не знаю Это какой-то Ёперный театр Дедуня, дедуня Ты не беспокойся Я твою азбуку тоже выучила Смотри А, арбуз Б, бабушка В, варенье Г, груша Да, дедушка Добрый Душевный друг детей Дедуня, пойдем Я тебе папиного варенья налью АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста Это больница? Да, конечно Конечно На что жалуетесь? Вы знаете Мне мой муж говорит Что мне лечиться надо АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ Смотрите меня, пожалуйста СМЕХ 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 Ну он правильно говорит АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лечиться надо, конечно Всем надо лечиться. Ну что, как фамилия? Моя или мужа? Ваша. По матери или по паспорту? По паспорту. По моему паспорту или по паспорту мужа? По вашему паспорту. По вашему паспорту. Ваша фамилия, по вашему паспорту. Пишется и читается. Милый, у меня к тебе серьезный разговор. В последнее время я чувствую недомогание. Это у тебя от телевизора. Нет, у меня другое недомогание. Ты перестала мне одомогаться. Перестали делать мне комплименты. Ты что, перегрелась что ли? Она же давно женатая. Зачем тебе это все? Как зачем? Женщина любит ушами. Понятно? Комплименты ее греют. Скажи, что я добрая, нежная, ласковая. Чего я врать буду, что ли? Ну, соври хотя бы раз. Давай, посмотри на меня. Скажи, какие у меня глаза. Заведущие. Да нет. Какого цвета мои глаза? Левые или правые? Оба. Ну, придумай какое-нибудь красивое сравнение. Скажи, твои глаза, как два агата. Такие мутные. Боже, с кем я живу, а? Хорошо, хорошо. Твои глаза, как два рубильника. Рубина, рубина. Такие красные? Ну, вот видишь, не получается. Отстань. Не отстану. Давай, скажи, какие у меня брови? Нарисованные. Ну, а ты представь, что они нарисованные, скажи. Твои брови тонкие, как крылышки. О, лвисая. Смотри, какие у меня губы? Тебя губа не дура. Да я тебя спрашиваю, какой формы мои губы? Сейчас бантиком. Тогда с лишним у меня. Морским узлом. Ну, посмотрите, какой нахал. Так, быстро говори, какая у меня фигура? Ладья. Какая еще ладья? Я тебя спрашиваю, какая у меня фигура? Сногсшибательная. Помню, ты торопилась посмотреть свой сериал. И своей фигурой так сшибла мою фигуру. До сих пор копчик валит. Что ты такое говоришь? Ну-ка, быстро скажи мне. Ты молода и красива, как тургеневская девушка. Милая, ты тургеневская девушка. Байзаковского возраста. Ну, ты можешь сказать хоть одно ласковое слово мне, и я от тебя отстану. Хорошо, хорошо. Как ты хочешь, чтобы я тебя обозвал? Назови меня Солнышко. Солнышко встает в шесть утра, а ты мне раньше одиннадцати. Хорошо. Назови меня Рыбкой. Рыбка молчит, а ты строчишь, как пулемет. Слушай, ты скучный зануда. Зато ты веселый находчивый. Найдешь заначку и веселишься. Да ты даже не заметил, что на мне сегодня новое платье. На тебе каждый день новое платье. Вот куда все деньги уходят. Что ты понимаешь? Это последний писк моды. Что за странная тетка эта ваша мода? Каждый день издает последний писк, и при этом не сдохнет. Господи, за что я только тебя полюбила? Любовь зла. Вот ты, мой козлик, сегодня останешься без ужина. Подумаешь, я к соседке пойду ужинать. Ты, иди, тебя никто за рога не держит. Ты че говоришь-то? Ты че говоришь? Ты на что намекаешь? Я не намекаю, я предупреждаю. Еще раз услышу про соседку, и можешь в своей шляпе сверлить дырочки. Правильно мне моя мама говорила. Он тебе не пара. Не падься с ним. За что я люблю твою маму? За то, что она живет в Тамбове. Все, ты бесчувственный эгоист. Я звоню маме и говорю, чтобы она завтра приехала. Солнышко, не надо нам никакой мамы. Рыбонька. Любимая. Я тебя одной хватаю тебе. Ты же единственная, красивая, неповторимая. Вася, ну какой же ты ласкнул, а? Ведь можешь, когда захочешь. Главное знать, как тебя напугать. Это точно. Внученька. Ты дедушка. Деточка ты моя, лапочка. Как же ты выросла. Да, большая уже. Я у вас два месяца не был, и вот как на дрожжах буквально растет. Пять лет тебе уже, да? Пять. Деду не пять лет. Да возраст, возраст. Пора тебя азбуки учить. Вот я купил азбуку. А что такое азбука? Это буквы в определенном порядке. Алфавит называется. Из них мы складываем слова. Получаются слова? Да. А, поняла. Значит, вот у нас то, что в подъезде на стенке написано, это азбука. Нет, 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 не путай. Это плохая азбука, я тебе буду учить хорошие азбуки. Ой, как говорит наша бабушка, я торгую от внимания. Бабушка, мы еще слушаем. Она хорошая. Первая буква А. А. Какие слова ты знаешь на эту букву? Не волнуйся, я тебе буду помогать. Апельсин. Ананас. Анфиса Чехова. Откуда ты это знаешь? Она у нас в телевизоре живет. Ее папа по вечерам смотрит. Ему очень нравятся ее арбузы. Дедунь, она что, днем на рынке работает? Дедушка, не надо это смотреть. Это не детская передача, совсем не детская. А у нас в садике все смотрят. Мы даже воспитательнице спросили, как она относится к Амасутре. А. И что воспитательница ответила? А что она ответит, если она в обморок упала? А. Боже мой. Ужас какой-то. Ужас в современной жизни. Перейдем к следующей букве. Давай. Следующая буква Б. Ты знаешь какое-нибудь слово на букву Б? А. Знаю. Когда папа один раз на улице подскользнулся, и сказал слово на эту букву. Я надеюсь, ты его не запомнила? Запомнила. Я даже у воспитательницы спросила, что оно означает. И что же ответила воспитательница? А. Чего оно ответит, если она в обморок упала? А. А. Дедушка, не надо, не надо повторять, что взрослые говорят. Они всякие бяки друг другу говорят. Не обязательно. Ты будешь повторять? Не буду. На букву Б много хороших слов. Например, слово бабушка. Нет, слово бабушка начинается с разных букв. С каких разных букв начинается слово бабушка? Ты что говоришь? Чума в тапках, кошмар на кухне. А. Старая приклевальщица, дракула в бегудя. А. Вернемся к азбуке. Давай вернемся к азбуке. Следующая буква В. Видишь, вот она. А, какая красивая, прям так идикает. А, вот какое слово ты назовешь на букву В. Смотри, смотри, за окном ворона сидит. Ой, ворона страшная. А еще есть слово вкусная. Ой, в шкафу, на полочке, на букву В. Водка. Да нет, ну, варенье. Ой, дедуне, я люблю варенье. А папа любит водку, потому что водка это папина варенье. Как не детская азбука у нас получается. Я прям не знаю. Да, я тоже не знаю. Следующая буква Г. Г. Хорошие слова, хорошие слова на букву Г. Да. Голубь, груша. Гадюшник. Ну, а это откуда? Это так мама мою комнату называет. А, ты, наверное, свои вещи не убираешь, да? Нет, я свои вещи убираю. Это бабушка свою челюсть вечно разбрасывает. Вернемся к азбуке. Давай, вернемся. Давай учить буквы давай. Давай. Следующая буква Д. Д. Вот. Д. Много хороших слов. Много. Друг. Добро. Доместес. Дедушка, у нас в Доместесе-то такая смешная история получилась. Ой, ты знаешь, наша бабушка готовила селедку под шубой. А ты знаешь, что бабушка плохо видит? И она вместо майонеза селедку Доместесом полила. И что же у вас было? Ничего особенного. Весь вечер играли в большие гонки. Бабушка добежала первая. Вернемся к азбуке. Давай вернемся. Вот скажи, пожалуйста, я у тебя на какую букву?